В ближайшие дни ожидается существенное изменение в атмосфере. И к нам придет долгожданное весеннее тепло. К сожалению, с дождями и порывистым ветром. В последний мартовский день ожидается облачность с прояснениями погода. В северных районах, а утром и днем, также и в южных, пройдут дожди и мокрый снег. Возможен туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедится. Ветер ночью неустойчив и слабый, днем восточный, юго-восточный умеренный. Ночью будет морозно, до минус пяти. Во второй половине дня потеплее, до восьми выше нуля. По юго-западу до плюс тринадцати. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать. Первый апрельский день порадует теплой, но сырой и ветреной погодой. Теплая воздушная масса, поступающая с юга Европы, принесет кратковременные дожди. По западу довольно сильные. Температура продолжит повышаться до одиннадцати, а по юге и вовсе до пятнадцати тепла. В начале следующей недели циклон принесет сильные осадки и ветер. А к середине следующей недели по юго-западу воздух прогреется до плюс восемнадцати. А в народе тридцатого марта называли Алеша теплый. Была еще такая поговорка. На Алексея зима потеет. Быстро тающий снег и большие ручьи. Примета, что лето будет мокрым. Теплая погода в этот день предвещала урожайный год. И немного метеоистории. Самым теплым этот день был в Белоруссии в 1968. Плюс 23 зафиксировали тогда синоптики в Бресте. Рекорд со знаком минус отметился в 52. В полоске столбики термометров показывали минус 24. А самым дождливым за всю историю метео наблюдений был этот день в 2006. В Жодино выпало 36 миллиметров осадков. Это 36 литров воды на один квадратный метр. Настоящий потоп.